Удивительная, конечно, эта возможность с появлением новой составляющей, с появлением текста глубоко-глубоко окунуться вообще в познание любимой песни, именно попробовать постичь её новые грани. И само прочтение доставило колоссальное удовольствие, потому что сегодня уже об этом звучало. Но вот эта песня – это какое-то воплощение красоты. Столько в ней удивительных эпитетов, сказочных образов. Читаешь, и прямо вот в душе рисуется картина за картиной. То есть такая песня, песня живописная очень. Но ты только читаешь первые строки про новый день, как сразу вспоминается, всплывает образ нового дня, такого юного, свежего, красивого, который очень трудолюбиво создаёт эту красоту в мире. Я почувствовал, что в этой песне действительно два героя – это новый день и таинственные мы. Это такое понятие «мы». Я чувствую, что в этом «мы» есть уже те, кто так делает, и в этом «мы» есть место для потенциально желающих вот это же делать, к этой красоте прикасаться, наполняться и нести нежный свет своих сердец, своей души. Знаешь, ощутилось так, что вот эта песня, благодаря тексту именно, ощутилось, что она целое мировоззрение вообще является собой, целую такую философскую картину мира. Во-первых, вот это уже немножко звучало так в предпосылке к этому, что мир прекрасен, в мире много всего удивительного, и за всем этим стоит чей-то труд. Всё это создаётся определёнными силами, определёнными людьми, определёнными героями, не знаю, образами. Второе, что впечатлило ещё, вот это «дивный мир» звучит, я никак не мог отделаться от ощущения, что «дивный мир» – это даже не то, что я вижу вокруг, хотя там поётся «видим мы». «Дивный мир» – это вот именно то, что над нами, это вот мир сказочных образов, мир человеческих мечтаний, мир света, мир вот лучших чувств, тонкий мир. И вот это меня натолкнуло на эту мысль вот эта фраза, что «обращаясь в небеса», именно обращаясь в небеса, там наполняется и вдох, и взор, и сердце наполняется хрустальной чистотой, вот именно ощущение, что он там. А задача вот этих самых «мы» – это наполнившись этой красотой встречи с дивным миром, нести её вот в долины, скажем так, цветам и полям. Сейчас, читая поэзию этих строк, этой песни, и вот погружаясь в содержание этой песни, как уже звучало неоднократно в отзывах, что первая часть, она посвящена действиям нового дня, и вторая – ответным действиям. И вот настолько это всё раскрывается так красиво, так, не знаю, как изящно. Я вспомнил фразу «красота в глазах смотрящего». И я понял, что вот знакомясь с содержанием этой песни, вот это настроение, вот эта позиция в жизни, не то что позиция, а, наверное, вот это умение, именно эта песня, она дарит, вот это помогает как-то настроиться на этот лад, помогает вот этот навык приобрести именно такой активного, наверное, хочется сказать, активного смотрящего человека, который в своём процессе созерцания сотворяет светлые чувства, добрые отношения, и вот видит эту красоту. И эта песня, она помогает именно, ну, этому именно вот на уровне чувств ощутить, потому что это создаётся пространство целое, и музыкой, и исполнением, и содержанием. И вот сейчас вот этот настрой, именно содержательный, настроиться, почувствовать, и этот навык осваивать. И, конечно, содержание песни доносит, что это именно речь идёт о такой очень активной позиции — видеть, подмечать, обращаться. И сочетается в этой песне так здорово, на мой взгляд, очень, очень так тонко сочетается и сказка, и реальность, и когда слушаешь эту песню, такие картины, они очень такие, ну, понятные, простые возникают, образы, вот. Но при этом всё это так описано, что ты понимаешь, что это вот не то, что ты вышел в поле, и вот у тебя всё, а именно вот само чувство, само образ, сами краски передаются того, как это может быть. И в этом огромная-огромная ценность почувствовать, ощутить. Согласен с тобой, что вот настолько именно благодаря тексту, ну, видимо, может, как-то особенность восприятия, да, но когда читаешь внимательно строчку за строчкой, возвращаешься к некоторым трокам, чтобы ещё раз их ощутить, действительно рождается какой-то такой фрагмент и складывается в единое целое, и появляется потихоньку вот эта целостная картина. И я тоже тут, сейчас ты говоришь, я вдруг вспомнил, что это же комплекс истинно большая, вот. И эта песня, она в ней как бы и проекция всех остальных песен есть, частички, да, и она тоже как резюме определённая, некоторые песни, которые были перед ней, и такой анонс песен, которые будут после, потому что вот сегодня я читал, и вот эта фраза, да, для цветов, для полей, почему-то сразу вспомнилась песня «Нива жизни», с которой нам ещё предстоит встреча, да, по ходу аудиоальбома, а цветы — это волшебные бутоны. Ну, то есть ты сказал, что это не в поле выйти. Ну, да, то есть нет ощущения, что надо буквально выйти в поле там и что-то излучать, да, своим сердцем. Это именно нам, как бы, на песне нас готовит к встрече с новыми образами, к встрече с новым осознанием. И песня, она помогает почувствовать, как это прекрасно — жить в таком состоянии, потому что вот эта нежная музыка и такой очень проникновенный характер исполнения, они помогают почувствовать, как слова рассказывают это содержание, а сам образ песни, он уже помогает вот это, то, что ты осознал, то, что ты прочитал, то, что ты принял, как, ну, как слова, как текст, как знания, как это, какой это, ну, как это прекрасно, наверное, так. Прослушивание песни вместе с текстом, оно родило ощущение, что, говорят, это язык красоты и гармонии. И вот сегодня я это расщутил. Какой это язык красоты и гармонии, насколько он прост, ясен, открыт для понимания и одновременно он наполняет. То есть встречаешься с этим, и душа наполняется новыми прекрасными чувствами.